Тем временем казахстанские загрязнители атмосферы снизили выбросы в атмосферу на 3 с лишним процента и сбросы в водные объекты на 8. Министерство экологии и природных ресурсов подвело итоги прошлого года. Да, показатели скромные, особенно на фоне многомиллиардных штрафов. Более полутора тысяч нарушений выявили экологи на предприятиях. Экологический обзор промышленных регионов в материале наших коллег, а именно Марины Золотаревой. Восточно-Казахстанская область – лидер по штрафам. Местные промышленники в прошлом году выплатили 2,5 миллиарда тенге. 64 предприятия региона относятся к первой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Наибольшее количество выбросов приходится на Касцинк и Усть-Каменогорскую ТЭЦ. На оба предприятия почти 40 тысяч тонн в год. По официальным данным, за последние пять лет выбросы в атмосферу снизились только на 6%. Однако независимые экологи скептически относятся к этой цифре. Тот же самый транспорт, частный сектор и многие предприятия, они просто вообще в этот учет не попадают. Поэтому я бы не говорил, что у нас выбросы снижаются и ситуация улучшается. Вокруг города идет застройка и каждый этот дом – это источник выброса, у каждого печка. Поэтому если так разбить, то у нас потребление угля в городе растет, соответственно, эмиссии. Но мы это видим по черному смогу, который сейчас накрывает город каждый отопительный сезон. В Западно-Казахстанской области на 164 миллиона тенге оштрафовали нефтегазовую компанию. Предприятие превысило годовой лимит сброса вредных веществ на 48 тонн. Таковы результаты внеплановой проверки. Кроме того, компании грозит еще один штраф – 50 миллионов тенге. Сейчас идут судебные тяжбы. По факту сброса загрязняющих веществ на объекты, поверхностную воду и, значит, при закачке в подземные горизонты. По этим фактам там были превышения по хлоридам, превышения по сероводороду. По этому факту тоже мы привлекли компанию КПО «БиВи» на сумму 50 миллионов тенге, наложили штраф, вынесли постановление. На сегодняшний день КПО «БиВи», не согласившись с итогами нашей проверки, подала жалобу в административный суд города Астаны. В Каргандинской области в лидеры по снижению лимита выбросов выбились постоянные загрязнители региона – «Арселор Металтимиртау», недавно переименованный в «Кормет» и «Балхашский медиплавильный завод». Их общее достижение прошлого года – сокращение на 54 тысячи тонн. По данным областного департамента экологии, в 2023-м все предприятия региона потратили на природоохранные мероприятия порядка 4 миллиардов тенге. Ну и, конечно же, в свою лепту вносит и государственный контроль, который непосредственно осуществляет проверку всех предприятий на соответствие экологическому законодательству. Тот же самый «Арселор» в прошлом году мы привлекли штрафную санкцию на общую сумму порядка 103 миллионов тенге. Также корпорация «Казахмыс» также была привлечена к сумме 6,3 миллиона тенге. У нас идет снижение эмиссии в окружающей среде, это у нас снижение по всем фронтам, это и по атмосфере, это и по отходам, и по сбросам. В прошлом году экологи провели свыше 600 проверок на предприятиях Казахстана. Компания оштрафована почти на 323 миллиарда тенге. Самые частые нарушения – сверхнормативные и самовольные эмиссии. По данным Министерства экологии, до конца этого года на 90 отечественных предприятиях установят автоматизированные системы мониторинга. Они позволят в онлайн-режиме отслеживать воздействия природопользователей на окружающую среду.